Всем привет! Мне вконтакте поступило предложение рассказать о настоящей истории Армении. Причем просьба была человека из Еревана сделать акцент на то, что Баку когда-то предотвижал Армении. Прежде чем начать рассказывать за Азербайджан и Армению, нужно понимать другие вещи. Сейчас приведу я их в пример, а вы уже подхватите мысль и поймете о чем я буду рассказывать в этом видео. Для начала нужно понимать, что когда-то была государство Великая Болгария, старая Великая Болгария, которая всего лишь за 30 лет переместилась с одного участка земли на другой. На всех старых картах вы также можете увидеть, как Болгария граничила с Бессарабией, нынешней Одессой и Молдовией. Еще в 1824 году Болгария была возле Одессы, затем переместилась на место Румынии, а Румыния на место Болгарии. На карте 1450 года можно посмотреть, что находится между Черным и Каспийским морями. Карта находится в перевернутом состоянии. Возле Каспийского моря находится маленькое государство с названием Азербайджан. Я не говорю, что Армении здесь нет, она есть, но находится на территории современных Турции и Сирии. На карте 1492 года мы видим, что Армения находится там же, где и на предыдущей карте, на территории современных Сирии и Турции. На карте 1570 года видим, как Тартария граничит с современной Грузией. Ниже находится Армения, ниже Арзерум. Еще на одной карте видим, как Армения переместилась выше своих прежних позиций. Арзерум занял большую часть территории. Еще на одной карте мы видим Армению и Арзерум. На карте 1600 года так же само находим и Армению и Арзерум. На карте 1636 года Армению мы не видим, хотя она есть и существует, но видим здесь еще раз государство Арзерум. И что нужно еще сказать, что Великая Армения и Малая Армения, это не значит, что было Великое государство, это значит, что там находилась большая часть Армении. На карте 1700 года мы видим, как туркоманы вытесняют Армян, а государство Персия создает провинции Иран. Арзерум, Арзерум переименовываются в Адербайджан. Ереван, Нахичевань и Карабах входят в состав Азербайджана. На карте 1721 года мы видим Турцию, Армению, которая находится в Турции, но с горами Арарат. И видим государство, которое не подписано, а точнее оно подписано снизу, Азербайджан. В него входит Ереван, Нахичевань, Нагорный Карабах и Баку. На карте 1770 года становится все еще интереснее. Персия продвинулась дальше к Тартарии и захватила большую часть земель на Кавказе. Армения находится в своем первом положении, где и находилась Великая Армения, возле гор Арарат и на части Сирии и Турции. У Персии есть две провинции – Иран и Азербайджан. Впоследствии Персия назвалась Ираном, Азербайджан стал якобы новым государством. Обратившись к Википедии, до 1918 года у азербайджанцев не существовало собственной государственности и в отличие от соседних Грузии или Армян, считавших себя продолжителями многовековой национальной традиции, мусульмане за Кавказе рассматривали себя как составную часть большого мусульманского мира – уммы. Отчасти это верно, ведь Азербайджан и Иран всегда были частью Персии, затем приняли ислам и считали себя единым государством. Но карта Аль-Идриси 1154 года говорит нам немножко иные вещи, а именно вот такие. Эта карта находится в перевернутом состоянии, у себя на канале я часто говорил, что старые карты находятся именно в таком виде. Это нормально для того времени. И посмотрев, что находится между Черным морем и Каспийским морем, мы находим удивительные вещи. Государство Азербайджан и Баку, который принадлежал Азербайджану, уже существовало в 1100 году. Но и Армения существовала, но не в тех позициях, где она сейчас есть. Ведь Ереван, на всех старых картах, на Хичевань, на Горный Карабах – это всегда был Азербайджан по истории. Впоследствии, когда переселили армян на нынешние земли, им дали выдуманную историю. Такая же история присутствует у украинцев, у болгар, у румын. От себя лишь добавлю, что я не преследую никаких мотивов, я лишь зачитал то, что мы видим на картах. А на картах мы увидели, что Азербайджан существовал как минимум уже 1000 лет. Баку – это город, который был в столице Азербайджана еще 900 лет назад. Великая Армения, естественно, была, но находилась в других позициях. Занимала половину Турции, половину Сирии, отчасти Ирак, ну и, естественно, горы Арарак. Спасибо, ребят, за просмотр. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки, дизлайки. Пока.